Инновационный препарат MESA-I C71 эффективно, безопасно и обоснованно решает проблемы мелких морщин, темных кругов, стойкой отечности и пастозности в параорбитальной области при деформационном и отечном морфотипах старения. Препарат оптимизирует работу венозной, артериальной и лимфатической систем и обладает направленным терапевтическим вазопротекторным действием. За счет содержания в препарате особого запатентованного пептида Periorbital SP2, являющегося регионарным узкоспецифическим ингибитором ангиотензин превращающего фермента, регулируется ренин-ангиотензиновая система и таким образом снимается местный спазм микроциркуляторного русла. Препарат MESA-I также обладает аппликацией ингибирующей активностью, за счет чего идет защита таких белков, как коллаген, эластин и других матриксных белков кожи от сшивок с глюкозой или образования азаметинов или так называемых оснований шифа. Препарат MESA-I C71 также воздействует на эндотелий сосудов, снижая проницаемость сосудистой стенки за счет снижения диапидеза форменных элементов и воды. В своем составе препарат также содержит запатентованный пептид, гексапептид 17, коммерческое название C71, который обладает высоким сродством к дельтоапиоидным рецепторам. Эти дельтоапиоидные рецепторы содержатся в стенке и клапанах лимфатических сосудов. Таким образом препарат оказывает прямое лимфодренажное воздействие, мощно активируя напрямую лимфоток. Также пептид оказывает противоаллергическое и противовоспалительное действие. Входящая в состав гиалуроновая кислота с аминокислотами, микроэлементами, нуклеозидами и витаминами оказывает ревитализирующее и лифтинговое действие. Показания к применению инъекционного препарата Мезо-Айси-71. Снижение тонуса и тургора кожи пароорбитальной области, пастозность, коррекция стойкой отечности при наличии переорбитальных грыж, а также при деформационном и усталом морфотипах старения, коррекция мимических морщин вокруг глаз, коррекция темных кругов под глазами, подготовка пациента к блефоропластике и реабилитация пациентов после проведенной блефоропластики. Противопоказания для введения препарата Мезо-Айси-71 классические. Это непереносимость или аллергическая реакция на один из компонентов препарата, возраст моложе 18 лет, женщины в период беременности и лактации, обострение хронических фоновых патологий, главным образом сахарного диабета, обострение хронических дерматозов, наличие некоторых аутоиммунных заболеваний, главным образом склеродермии и кожных форм красной волчанкой, нарушение целостности кожного покрова в местах предполагаемых инъекций, а также наличие постоянных имплантов в зоне предполагаемого введения препарата. Препарат Мезо-Айси-71 поставляется в количестве 1 мл стеклянном шприце с люеровским наконечником. Препарат полностью прозрачный. Иглы размером 33G 0,2 мм на 4 приобретаются отдельно, в комплект не входят. Содержимое препарата стерилизовано методом мембранной фильтрации, также в комплекте имеется наклейка для идентификации материала, которая вклеивается в амбулаторную карту пациента. Рекомендованные курсы процедур определяет врач-косметолог. Обычно это от 4 до 8 сеансов, интервал между процедурами от 7 до 10 дней. У пациентов старше 40 лет обязательно сочетать инъекции Мезо-Айси-71 с антиэйдж-терапией препаратом Мезо-Айси-199. А теперь мы приступим к практическому применению препарата Мезо-Айси-71. Обратите ваше внимание, что препарат полностью прозрачный, шкала проградуирована также на 20 делений, 1 мл в шприце. Таким образом, на одно маленькое деление у нас навкол входит 0,05 мл препарата или одна единица препарата. Если мы вводим два маленьких деления, то это 2 единицы или 0,1 мл препарата. Таким образом, шкала очень удобно проградуирована, чтобы вы могли удобно и адекватно распределить препарат. Иголка не входит в комплект с препаратом, она приобретается отдельно. Мы работаем иголкой 33G 0,23 на 4 мм. Ввод единиц на один вкол, то есть количество единиц на один вкол определяет, конечно, врач. Но при скелетизированном лице или атрофичном морфотипе старения на вкол вводится 1 единица препарата, то есть 0,05 мл препарата. Таким образом, у специалиста 20 вколов. При деформационно-отвечном типе старения, в зависимости от выраженности грыжевого мешка, в зависимости от дряблости кожи, от состояния кожи пароорбитальной области и от степени наличия отечности или пастозности, на вкол может вводиться 2 единицы препарата, то есть 0,1 мл препарата, в среднем на глубину 2-4 мм. Кожную складку можно зажать между пальцами для удобства. Сейчас я промаркирую точки введения препарата Meza-i C71, в данном конкретном случае пациентке 28 лет. В основном пациентку беспокоит отечность в пароорбитальной области с утра, бывает вечерами тоже такая небольшая пастозность. Мы введем 2 единицы препарата в проекцию малярного мешка, 2 единицы, 2 единицы. Мы введем по 1 единице непосредственно в кожу орбитальной области и у нас будет 3 вкола. Верхнее веко, ну в общем-то тоже пока не проблемная, хотя вот нависание верхнего века уже начинается. Мы введем 3 точки, я определила для себя, и мы введем сюда по 1 единице препарата. То же самое я сделаю и на второй половине лица нашей пациентки. Процедура безболезненна, не требует применения местного анестетика, и также очень непродолжительно по времени. Глазки лучше закрыть, потому что когда пациент закрывает глаза, глазное яблоко у нас располагается более глубоко. И как я сказала, начинаю с проекции малярного жирового пакета. Немножечко в складку беру кожу, 2 единицы. Видите, формируется вот такой вот подкожный болюс. 2 единицы. Расстояние между полами где-то 7 миллиметров. И теперь по 1 единице я ввожу непосредственно в орбиту. 1, 2 и 3. Нижнее веко мы обработали. Теперь мы переходим к верхнему веку. И я все-таки решила вот в данном конкретном случае, потому что все равно уже намечаются проблемы с верхним веком, все-таки ввести не по одной единице навкол, а по две. Одна точка, вторая точка, все, как мы отметили, и третья точка. Теперь переходим ко второй орбите. Точно так же начинаем с проекции малярного мешка по 2 единицы, по одной единичке. Если вы вдруг ввели препарат поверхностнее, да, все бывает, пожалуйста, ничего не бойтесь, никакого некроза жировой ткани здесь не будет, да, потому что препарат не является липолитиком. И по 2 единички вот у нас как раз осталось на верхнее веко. Вот так. Все, процедура завершена. Вот такие вот болюсы. Через полчаса они уже начнут проходить. И через несколько часов пациент абсолютно в спокойном состоянии может заниматься своими делами, идти на работу или на какие-то встречи личные. Процедура очень легко переносится. В результате инъекционного применения препарата MESA-IC71 уже после первой процедуры пациент отметит улучшение состояния параорбитальной области, которое будет выражаться в снижении отечности, пастозности, сиянии взгляда, улучшении состояния кожи параорбитальной области, разглаживании мелких морщин и коррекции дряблости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...